Всем привет, друзья! Помимо тренировочных дней, я еще занимаюсь между этими днями. Я качаю шею и также пытаюсь сделать шпагат, так как я хочу научиться его делать. Не знаю, насколько хватит терпения, но мы сегодня начнем делать шпагат, а потом покачаем шею. Короче, перед тем, как делать шпагат, ну, точнее, растягиваться для шпагата, нужно хорошенечко размять все мышцы. На разминку должно уйти минут 10. Разные-разные упражнения, просто приседания делаете, всякие скручивания, разминания и так далее. Это я снимать не буду, чтобы много времени не ушло. Ну что, я вроде размялся, теперь делаем растяжку. Тут посмотрел какой-то блок пацана, как он учился делать шпагат. Попробуем поделать так же. Первое упражнение, как-то вот так левую ногу сгибаешь в колени. Второе выставляешь вот таким макаром. Эта нога полностью на стопе, а эта выпрямляешь. Фига, он Бэтмен, блин. А как он прямо выпрямился, я не понимаю. Так же упасть можно. Нет, у него даже не так нога стоит. Как-то подальше. Вот так, что ли? Блин, ну он Бэтмен, реально. Теперь второе попробуем. Так, вот так. Нога прямо, как-то сюда идёт. На носки и тянем носок. Да он, короче, долбанный акробат. У него тут следующая поза. Вот так левая нога. Правая он как-то загнул вот так. Фига он. Червяк, блин. И, короче, не могу это, и правый загнуть. И, короче, он достаёт до этой ноги. Вот так прям ложится. Он прям на ногу свою ложится. Вот так. Я не могу так. И вторую типа тоже надо так же. Следующее упражнение это какие-то прогибы. Одну ногу держим вот так. Вторую прямо. И вот так тянемся. У меня такое чувство, что я рожу под конец тренировки. Следующая нога. Друга, короче, сказала, что есть такой способ. Нужно попытаться встать на шпагат и кто-то сзади тебе на плечи просто садится и ты моментально садишься. Это, конечно, адски больно. Но зато ты потом всегда сможешь садиться на шпагат. Блин, я так не хочу экспериментировать. Лучше по чуть-чуть, по-моему. Короче, следующее упражнение самое маньячное, по-моему. Садимся вот в такое положение. Пятки по бокам. Руки так. Блин. Я не знаю, как он опускается вообще, честно. И надо стараться... Блин, так колени сломаются, отвечаю. А, жесть. Это невозможно вниз опуститься. Вы че? Это нереально, слушайте. Короче, видимо, пока я не мастер, нужно просто делать вот такие покачивания, как написано. Типа, блин, мне носкам больно. А вот теперь следующее упражнение. Садимся так, чтобы ноги лежали на подъемах стоп, то есть не на носках, а на подъемах обратной стороной стопы. И вот теперь возможно как бы сесть на пол. То есть уже садимся. Вот сейчас я могу сесть. Сейчас сел. Я сижу. Ну это жесть. По-моему, это колени просто разламывает. Теперь этот псих хочет еще, чтобы я в таком положении сделал наклоны вперед. То есть садитесь вот таким вот образом. Блин, у меня уже колени болят, дико. Не, это невозможно. Садитесь таким образом и делайте... Не, наклон вперед. Ты что, больной что ли, парень? Приколитесь, этот больной индюк предлагает еще вот таким образом сесть. Развернуть носки туда, по бокам, короче. И сесть вот так. Блин, это, по-моему, еще сложнее. Не, я, конечно, могу. Блин. Не, не могу. У меня колени сейчас сломаются. Следующее упражнение уже получше. Садимся вот таким вот образом. Кладем. Оп. Бедра на пол. Блин. Но это хоть покомфортнее. Я не знаю, держать их надо или нет. Если не держать, они как бабочка, короче, ну, лететь начинают. Не, его держу. Это так монахи сидят, короче. Это вот так. Следующее упражнение теперь в такой позе попытаться наклониться вперед. Как будто лечь. Ой, ты, ешкин. Коль. Я вообще не понимаю, как люди могут ложиться. Они настолько гибкие, как пластилин, блин, походу. У меня вообще ничего не гнется. Следующее упражнение. Садимся. Правую ногу выпрямляем, да. Вторую кладем вот таким вот образом на бедро. Типа колено вниз идет на пол. И пытаемся, ну, лечь на нашу ногу. Блин, это невозможно, по-моему. Типа эта нога не дает этой ноге, типа, подняться. И она прямая. И хрен ты ляжешь. Честно говоря, блин. У меня не гнется спина вообще. Абсолютно. Я камень. Следующее, ладно. О, это мучение такое. Это жопа просто. Теперь такая тема. Кладем эту ногу вот так, чтобы она встала на пол. И теперь тянемся, как бы, к прямой ноге. Вот так. Блин, больно, короче, вот тут, в колене. Потому что нога прямая, ее не согнуть. И когда ты тянешься, все напрягается очень дико. Это невыносимо. Больно. А, жесть. Следующее упражнение. Одна нога согнута, убрана туда. И делаем наклон к этой ноге, а потом к согнутой. А, тут и спину растягивает хорошо. Типа. Вот так. Теперь следующее, видимо. Следующее упражнение. Держим ноги перед собой и грудью стараемся лечь на колени. Он это делает, как будто, я не знаю, он из резины. Он просто наклоняется нафиг и ложится. Это жесть, я не знаю. У меня спина не гнется, честно. Вот. Это максимум, что я могу сделать. А он прям ложится вот в груди вот сюда. Как так можно? У него что, ребер нет, что ли? Или позвоночник какой-то переломанный, я не знаю. Теперь, короче, вот так садимся, берем одну ногу рукой, делаем вот так около, от 10 раз там написано, и потом после 10 раз фиксируем положение вот так и минуту сидим. Потом со второй ногой. Я, конечно, все не буду снимать. Я так сниму чуть-чуть. Раз. Два. Три. Короче, просидеть с поднятой ногой я не смог даже 10 секунд, потому что у меня все тут горит, болит. Блин, это дичь вообще. Следующее упражнение стандартное, раздвигаем ноги пошире вот таким вот образом и пытаемся докоснуться вот так, вот так, потом так. Ха-ха, это да, он предлагает последним упражнением шпагат сделать, блин. Ха-ха-ха, ты что, больной, что ли? Короче, я подумал, я заменю приседания на шпагат вот такой вот темой, типа, раздвигаешь максимально ноги и делаешь вот так, типа, оп, и назад. А-а-а, блин, чуть не сел на шпагат, кстати. Это жесть, блин, как больно. А-а-а. А-а-а. Мне, короче, кажется, что я никогда не сяду, потому что я провел три тренировки уже и особо результатов нет. Я каменный, как бревно просто. Гениально, да, каменный, как бревно. Я каменный, как камень, ребят. Нереально на шпагат сесть, но я буду пытаться делать дальше. А сейчас я перехожу к накачке шеи, прокачке шеи. Погнали. Короче, я дошел уже, такая тема, до 15 килограмм. Я начинал где-то тут раз, два, три, с трех с половиной килограмма дошел уже до 15. Мне на первой тренировке, когда я шею качал, мне было сложно даже вот начальные, да, блин, эти поднимать. А теперь я нормально так поднимаю 15 килограмм, где-то на 15 раз. Вот, сначала разминка, естественно, хорошо разминаем шею, а потом погнали. Ну что, друзья, я вроде как размял шею, ее нужно хорошо разминать, потому что вес-то не такой маленький. Можно повредить ее. Теперь надеваем нашу офигенную кепку, кладем вот таким вот образом и погнали. Первый подходит, так аккуратненько делаем, чтобы ничего не сорвать. Разминаем еще шею. Вот так. Раз. Два. Три. 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 Честно говоря, для меня даже уже 15 килограмм легко. Мне придется там подвешивать какие-то пакеты, но это на следующей тренировке. Вот. А так я качаю шею где-то два-три раза в неделю. И вроде неплохо, веса увеличиваются, но я не знаю, шея растет или нет. По-моему, не растет. Мне кажется, если масса твоя, ну, если ты дрыщ, то у тебя и шеи не вырастет. Силовые показатели определенно растут. Но надо поднабрать массу каким-то образом, я не знаю. Эктоморфом не так легко, ребят. Я обычно делаю четыре подхода, ну, на максимум, сколько я смогу. Обычно это получается 15, где-то повторение 12. На четвертом подходе это, конечно, уже сложнее. Но я делаю где-то 12-15 стараюсь. Ну что, погнали, второй подход. Давайте. Давайте. Реально, 15 килограмм очень легко стало с каждой тренировкой. У меня растут веса, увеличивается сила шеи. Не знаю, рост, по идее, должен идти, потому что я постоянно увеличиваю веса. Вот. Но на прошлой тренировке я с таким же занимался, потому что гантели уже собраны. Я не знаю, надо что-то, какой-нибудь пакетик к ней еще привязать, либо что-то такое сейчас придумаю. Короче, взял пакет, положил туда полтора литровую бутылку с водой. Еще попробуем, что будет. Как-нибудь. Так вот. Блин. Пакет порвался. Зараза. О, тяжело. Блин. Натер, короче, пупок гантелей. Блин, офигенно. Ну что, сейчас последний подход сделаем, на максимум попробуем. И все. Надел шапку, потому что что-то из-за веса моя кепка стала проваливаться вниз. Ну что, погнали, последний. Все. Все, друзья, спасибо за просмотр. Была жесткая тренировка просто. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк этому каналу, этому видео. И до скорых встреч. Увидимся в следующих выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok